Всем привет! Это канал GoodLookBlog и сегодня у нас быстренький экспресс-обзор шмота с распродаж. А вот так вот переименовались бывшие магазины Calvin Klein. Вот такие вот джинсики. Модель называется Taper Slim. Размер 34 на 32, но у Calvin Klein они удлиненные все, поэтому 32 идут на 34 где-то. Изначально они стоили практически пятнаху, но я их взял за 9,990. Просто в принципе нормальная цена на сегодняшний день. Следующая покупка идет с магазина Pepper Shop. Не понимаю, что это такое, к чему это все, но магазин называется по-другому. В нем я взял просто фантастическую курточку. А стоила эта куртка 7 890 рублей. Изначально она стоила просто каких-то космических денег. Посмотрите, практически 27 тысяч. Я конечно понимаю, что теперь этот бренд шьется на крутой фабрике, где отшиваются практически все крутые бренды, но 26 штук это перебор. Но качество этой куртки на высоте. Посмотрите только на фурнитуру. Здесь такие кнопки, здесь такие, здесь такие, тут такие. То есть очень такой подход качественный, крутой. Как вы могли заметить, куртка немножечко блестит. Тут присутствует эффект вощенности. Очень классно смотрится. Следующие покупки из Стокмана. Если прошлый бренд Реплей я хоть как-то еще оценивал, что он куда-то может как-то чего-то, то такие компании я вообще не воспринимал всерьез. Какой-то Оливер я, честно говоря, вообще не понимаю. Я слышал, что это немецкая компания, но не разбирался в нем. Факт в том, что они очень подошли к моим лукам, поэтому я не смотря на что купил их. Футболка с градиентом. Сверху она более светлая и переходит в такой более темный насыщенный цвет. Хотя вся она немножечко выбеленная. И такая вот флисовая толстовочка без капюшона. Очень классно смотрится таким воротом. Изначально эта толстовка стоила 4 990 рублей. Практически 5 тысяч. 5 тысяч рублей для Оливера. Это очень дорого. Раньше можно было в ЦУМе. Да какое раньше? И сейчас можно купить там за 5-7 тысяч на скидках какую-нибудь дизелевскую толстовку. Это просто невероятно огромные цены для этого бренда. Но в итоге я купил ее за 2490 рублей. В принципе она стоит своих денег. И футболка примерно стоила столько же. Около 2 тысяч рублей. Хотя изначально стоила тоже около 5. А это мне пришло худи от питерского бренда Кракатау. Заказывал я ее с интернет-магазина, поэтому она пришла вот в такой модной упаковочке. Давайте распакуем и посмотрим, что там внутри. Тут у нас еще один пакетик и вот такой вот, типа, какой-то как чек и как вернуть вещи, как за ними ухаживать. Очень много упаковки, но она вся крутая, поэтому одно удовольствие ее доставать. Она вся брендированная, кстати. И тут просто какой-то шедевр. Я офигел, когда увидел эту толстовочку. Мне она очень понравилась. Только не толстовка, а худи. Вот с таким вот карманчиком. Вот лично, по моему мнению, в Петербурге это единственный настоящий дизайнерский бренд. Это прям крутой, практичный дизайн. Крутые материалы, которые просто не изнашиваются. У меня есть пара штанов, которые просто, я не знаю, там им по 5 лет они как новые выглядят. Это действительно крутая фирма. У них везде логотипчики их стоят. Они очень круто подходят к делу. Очень основательно. Посмотрите, даже вот на этой фурнитуре, да, вот. Маленький значок Кракатау. На ленте, на всякой. Где-то какие-то полоски вшиты. И везде будет обозначение этого бренда. Не то, что там на какую-то на всю грудь написано, а маленькие деликатные детальки. И это все показывает, что они подходят к делу с умом. А не просто так наляпать чего-то, какого-то говна. И сделать какую-то срань. И продавать там за безумные бабки. Изначально этот худак стоил практически 9 тысяч. Я же его взял почти за 6. Вот так прекрасно выглядит эта футболка с градиентом. Причем я только в этом видео увидел, что она и по бокам тоже выбелена. Это, конечно, классно. А вот так сочетаются эти джинсы Кельвин Кляйн и футболка с этой восхитительной джинсовой курткой. Тут, кстати, рукава регулируются. Можно сделать поуже или расслабить. И тогда они будут немного висеть. А так, посмотрите, как классно пересекаются эти складки на джинсах и складки на рукавах. Как по мне, так очень круто. Кто-то скажет, что узкие джинсы в данный момент это совсем не стиль. А я уже давно пришел к однозначному выводу, что мне абсолютно насрать, что и кто говорит. И тем более думает. И тем более о моде. Ну нравится мне иногда надеть ускочи. Что тут поделаешь. И вообще, не стоит постоянно следовать каким-то новым веяниям. Нужно носить то, что нравится именно вам. В чем вам комфортно. А остальное, в основном, это все пустое. Худи это, кстати, тоже немного узкое. Хоть и не в облипку, но тем не менее ощущаю, что это далеко не оверсайз. Кстати, оверсайз. Мне уже порядком надоел. Я бы из этого избитого тренда, наверное, только свободные футболки оставил. Ну и то, сделал бы их немножко поуже. Как мне кажется, еще пару лет и схлопнется эта мода на огромные балахоны, куртки и ужасные брюки, собирающие всю грязь с асфальта. Но даже если и не схлопнется, мне будет наплевать. Я буду носить ускочи при любых модных течениях. Эта толстовка, кстати, большая. Но она не оверсайз. Она просто большого размера. Зимой в ней будет просто отлично гонять по отечественным морозам. А это был канал GoodLookBlog. Всем удачи и пока!